Вторым этапом будет полганье на животе. Очень важно, чтобы живот соприкасался с поверхностью. Потому что рецепторы живота начинают стимулироваться. И это будет и для полганье. Если без этой стимуляции, то это будет и так уже полганье на 4. Задача человека – в голову наложить. Против моего давления будете поднимать ногу руку одновременно вниз. Понятно? Одновременно. Поехали. Вместе, вместе, вместе. Вместе, вместе, вместе. Только вот мне надо, чтобы я на тренировке спокойно больше. Стойте. Теперь вниз. Вместе, вниз. Вместе, вниз. Ну, не умножить. О, ладно. Насколько это тяжелая проблема? Пород это тяжелая. Но человек не может скоординировать свое движение, мозг перегружаясь. На самом деле, это легкая тренировка. Почему? Потому что мы не напрягаем кору больших полушарий. В момент тренировки можно напрягать еще центральную нервную систему. Это не может сложнее. Отношли. Давай, сильнее покатись. Сильнее, да, более. Вот так. Вбернись. В голову не поднимайте. Вверх. Движись. В голову не поднимайте. Вверх. Движись. Вжима уже более стремлевая. Вверх. 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 Сейчас вы увидите. Когда она пойдет, ее в одну сторону подцепят. Вверх. Вверх. Встает. Воспица будет. Как отравнивать, чтобы человек не везутся. Куда. 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 Уже видно отсюда, что она пошла влевая. Да. Все, она уже не может идти на траекторе. Это говорит о том, что одна половина тела включилась в движение. А вторая осталась без включения. То есть ее вышли не скоординировалась с второй половиной тела. И это тоже результат. Таким образом понятно, что нужно отработать две стороны. В данном случае я показал у вас правая рука, правая нога. Почему? Потому что в организм человека развивается из паттерна гомолатерального ползора, одностороннего, перекрестного ползора. И так происходят все процессы в организме. Сначала организм учится ходить гомолатерально. Это может быть физическая нагрузка, как по одной стороне. Потом организм учится ходить через перекрестный паттер. То есть меняется рука, противоположная нога. В период, когда человек становится старым, ну, престарелый образ, возрастный, у него проявляются вот такие ребяческие поведения. Говорят, что он ведет себя как ребенка. На самом деле, организм не видит ребенок, это просто отражение его состояния внутри. И говорить на человека, он пристраивал, что он из себя ведет плохо или как ребенок, это неправильно. Потому что не он себя так видит, а его отражение. Так. В одну сторону отработает? Да, два, скоро. Дальше. Назад. Назад. Вместе. Видите, да, с этой стороны? Дискординировали. Вперед. 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 Вместе с другой. Можно этот стул подвинуть чуть-чуть, потому что он прям походится. Ласки закрыли? Не помогай себе. Это работает, значит. Ласки закрыли, мне не надо. Видите, как она идёт? Она идёт вот так. Вот так она идёт. Когда обрабатываешь гомолитеральный паттер по одной стороне, человек теряет центр. Нет перекрёстного паттерна для создания движения, поэтому он теряет центр. Он начинает искать ему вот этим движением. Поэтому нужно научить её ползать с перекрёстным движением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова